Добрый день! Далее пойдет отрывок очень интересный, где как раз дебатов. Всем рекомендую посмотреть, а также рекомендую задуматься. Здесь мы не можем однозначно утверждать, что Шевченко не является тем же сам, но поколение постарше я всем рекомендую посмотреть речи Горбачева, когда он там затевал перестройку, и сравнить с тем, что он рассказывает сейчас. Для чего он залезал в партию. Интересно послушать Чубайса, который там залезал в партию. Они все же залезали в партию только для того, чтобы разрушить партию изнутри. А что, собственно, они дальше и не скрывают. Вот там Ельцин был уж таким борцом с коррупцией, что прям и на троллейбусе-то ездил. Но стоило только попасть во власть, соответственно, дойти до того уровня, до которого он собирался дойти. Как мы помним, что происходило при Ельцине. Также, я думаю, вспомним, кем был непосредственно ныне действующий президент. Он тоже был членом Коммунистической партии Советского Союза. Также мы вспоминаем о том, какую присягу он давал, между прочим, Советскому Союзу до последней капли крови и так далее. То есть, в общем, почитайте, я думаю, будет всем интересно. Но мы помним те интервью, которые, да, эти речи, которые они все произносят нынче. И что интересно, вот в то время, когда это там было выгодно, да, то есть находиться в Коммунистической партии Советского Союза, КПСС той самой. Так они все такие уж дифирамбы пели там, то Ленину, то социалистическому строю. Там кто-то различные диссертации защищал по этому поводу, да, но сменилось, и, соответственно, конъюнктура сменилась, и они полезли в другую сторону. Так вот, непосредственно Шевченко, если кто-то не в курсе, да, то есть неплохо так воспользовался ресурсом Коммунистической партии Российской Федерации, да, то есть и продолжает им непосредственно сейчас пользоваться, но при этом и лидеры другой партии, но полномочия свои не складывает в Владимирском законодательном собрании, или как она там называется, да, то есть хотя избирался от той партии, кого, собственно, он сейчас нынче критикует. И поэтому думайте, да, то есть кто для чего шел в Коммунистическую партию Советского Союза, кто Российской Федерации, да, ну и по факту, собственно, кто является спойлерами, кто не является, кто является идеологическим противником нам, да, а кто-то именно является обычным спойлером, которому все равно, что лишь бы хорошо платили. Поэтому мы утверждать ничего не можем, что там делает Максим Леонардович, да, то есть, но в данном случае вспоминается, как обычно, Милюков со своей речью, что это глупость или предательство, но здесь можно другие слова подобрать, но, в общем, слушайте. И, на мой взгляд, да, то есть эти выборы, это выборы между одним, одной партией и другой партией. С Гурдумой или главой муниципалитета центрального или сотрудником аппарата Государственной Думы, как мне интересно, я являюсь просто москвичом. Я всю свою жизнь боролся за права москвичей и за права всех граждан моей страны. Я выходил на акции протеста, я протестовал против избиения москвичей. Я считаю, что никакие законы не будут работать, если в сердцах людей не будет желания свободы и справедливости. Я уверен просто в этом. Когда я слышу, что это говорит, есть только две партии или есть только одна партия, все остальное не считается, мне представляется, что это унижение Москвы и самого духа Москвы. Понимаете, дух Москвы – это дух свободы. Строилась Москва, такой она была всегда. Москве не надо указывать, не надо это опять одну партию или две партии. Вы уже один раз предали москвичей в 1991 году, когда все наследие Советского Союза, партийные бонзы, потом растащили по своим карманам, распределившись по разным думским партиям. Я считаю, что сегодня мы должны говорить людям, не бойтесь, боритесь за свои права и свободы. Боритесь, слушайте то, что делает Митрохин, слушайте А.А. Станину, слушайте Якубовича, слушайте Шевченко. Но главное, ничего не бойтесь. Идите на выборы, стопроцентная явка. Голосуйте против правящей номенклатуры, против правящей партийных бонз. Голосуйте за будущее. Продолжение следует...